В этом видео я расскажу, какие плюсы и минусы есть у раздельного питания и что из этого я использую. Недавно в интернете в нескольких местах я прочитал о себе, что якобы я ярый приверженец раздельного питания. И это якобы все, чему я учу своих клиентов в плане питания. Это так же неверно, как и сказать, что я приверженец тяжелой атлетики, потому что, да просто потому что в моих тренировках есть штанга или приверженец пауэрлифтинга, потому что в моих тренировках есть жим лежа и приседания со штангой. В диетологии и нутрициологии нету каких-то общепринятых шаблонов, которые идеально подходят всем. Есть ряд приемов и одни приемы здесь хороши, другие приемы хороши здесь. То же самое и с раздельным питанием. То есть я использую принцип раздела белков и углеводов, не смешивая их в одном приеме пищи, имеется в виду животные белки с растительными углеводами. Есть также нюансы по растительным белкам и в целом, если углубиться в саму систему раздельного питания, то там довольно-таки много тонкостей. Вот основное, что я использую из этого, это раздел белков и углеводов, то есть не смешивая их в одном приеме пищи. Растительные белки по умолчанию я разрешаю смешивать с углеводами. Что касается научной аргументации, все слышали о кислоте щелочи, что вот такая еда вызывает кислую среду, такая вот щелочную, и там, чтобы это все не смешивалось, это надо разделять. Углубившись в работу органов системы пищеварения, я понял, что та научная база, от которой отталкивались американские приверженцы системы раздельного питания, она неверна. В целом, раздельное питание работает очень классно. Объясню почему. Во-первых, когда вы разделяете белки и углеводы, вам легче, вашей системе пищеварения легче переваривать эту всю еду. Во-вторых, вы начинаете включать в свой рацион салаты, фрукты, зелень. Потому что смешать мясо с картошкой, гречку с рыбой, это довольно просто. А вот если вы едите одну гречку, то и нельзя туда воткнуть мясо, то нужно что-то уже с этим делать. То есть нужно делать какие-то салаты, эту гречку нужно сделать вкусной. То есть включается уже такой пищевой креативчик, и хочешь не хочешь, приходится уже включать в свой рацион фрукты и овощи. И это еще одна причина, почему ваш организм начинает кайфовать. Да просто потому, что в вашем рационе появились овощи, фрукты и зелень. То же самое с мясной пищей. То есть вы видите на столе у себя мясо, думаете так, с чем же его есть, если с углеводами все-таки нельзя. То есть уже хлеб с колбасой не поешь, уже котлеты с хлебом, бургеры не катят. То есть нужно включать салаты. И это как раз таки дает очень положительный эффект. То есть вы включаете фрукты, овощи и зелень и не переедаете. Плюс соблюдаете паузы между приемами пищи 2 часа. То есть между белковыми углеводами и приемами пищи должно проходить минимум 2 часа. Ну и помимо того, что вы разделив белки и углеводы, сняли лишнюю нагрузку с организма, добавили фрукты, овощи, зелень, вы еще соблюдаете некую цикличность. То есть вы привыкаете к тому, что ваша система пищеварения или работает, или не работает. Все процессы в организме, если они приучены к цикличности, они происходят намного лучше. Если вы привыкли ночью спать в одни и те же часы и бодрство днем в одни и те же часы, это намного лучше, чем если спать, когда попало. И соответственно раздел белков и углеводов, плюс фрукты, овощи, зелень, плюс цикличность, плюс вы вспоминаете, что все-таки нужно пить воду и пьете ее регулярно. Это в совокупности дает очень классный эффект. Сейчас этот принцип раздела белков и углеводов я использую как базовый элемент, чтобы человек вспомнил о том, что есть фрукты, овощи, зелень, чтобы он пил воду, чтобы его система пищеварения заработала циклично, нужно, чтобы он научился делать салаты и проявил некий пищевой креативчик. Дальше уже мы смотрим. Или придерживаться принципа раздела белков и углеводов, или можно смешивать белки с углеводами один раз в день, два раза в день, все разы. Есть также разные сочетания белков и углеводов по степени тяжести на систему пищеварения. То есть, условно говоря, чем больше вы двигаетесь, чем более активно проходят у вас дни. То есть, допустим, если вы работаете физически, то вам можно смешивать белки с углеводами. Если вы физически не работаете, то вам их, скорее всего, смешивать нельзя. Но есть также нюансы, когда у вас очень бурная мозговая активность, и это иногда заставляет систему пищеварения работать ровно так же интенсивно, как и при работе на стройке. Эти детали мы уже обтачиваем в процессе обучения. То есть, чтобы научиться правильно питаться, недостаточно прочитать какую-то статью, какой-то пост, какую-то гениально простую фигню, и вот раз, и все, ты все умеешь. Нет, правильное питание – это штука очень многовариантная, и здесь нужно много практики. Поэтому, в целом, если вы рассматриваете для себя раздельное питание наряду с какими-то диетами типа сыроедения, вегетарианства, просто какие-то морковно-брокколиные диеты, то раздельное питание – это будет лучший вариант из всего этого трэша, который можно найти в интернете. Но чтобы жить в гармонии с самим собой, чтобы не думать о том, что вам через 15 минут обязательно нужно поесть, что вам каждые 3 часа нужно есть, каждые 2 и так далее, потому что при высокой активности смешивание белков и углеводов оправдано. Но, опять же, нужно правильно сочетать продукты, правильно их подбирать, дозировки, чтобы вы получили тот эффект, которого хотите. Но это все достигается уже в процессе обучения. В целом, сама фишка раздела белков и углеводов очень хорошая и крайне рабочая, даже несмотря на то, что научные основы, на которых базировалось это учение, оказались неверными. Так же, как и, например, вегетарианцы-сыроеды до сих пор друг другу пересказывают сакральное знание, что организм нужно ощелачивать. На самом деле, то, что они делают, то есть поедание овощей, фруктов, зелени в больших количествах, это все организм закисляет. Но, в принципе, не важно, что вы ошиблись в теории. Важно, чтобы ваши действия приводили к нужному результату. То есть в итоге те советы, которые дают вегетарианцы, сыроеды и другие приверженцы ощелачивания организма, приводят к его закислению, что в итоге делает очень хорошую работу для здоровья. Что касается правильного питания в целом, то, опять же повторюсь, не обязательно разделять белки с углеводами, либо смешивать их. Не обязательно питаться преимущественно белками, без белков, преимущественно углеводами. То есть человеческий организм – это очень такая гибкая система, и все зависит от того, в какой точке земного шара вы проживаете, какая у вас кормовая база, какие у вас нагрузки, какой климат, доступность продуктов, ваш бюджет и так далее. То есть из этого уже нужно исходить, чтобы у вас был рацион, который хорошо влияет на ваш организм, на продуктивность вашего труда на здоровье, чтобы это было вам по карману, чтобы это было вам удобно, практично. Вот из этого нужно исходить. Поэтому не привязывайтесь к шаблонам, но разделять белки с углеводами – это полезно, особенно если вы ничего не знаете о правильном питании. На этом все, буду заканчивать. Если у вас остались вопросы, задавайте, буду делать для вас такие вот развернутые ответы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok